Итак, уважаемые, очередное видео для вас. Небольшое видео, но весьма интересное. Называется статья, это опять же из журнала прошедших лет, 1958 года, номер 7. Опыт использования роившихся семей. Семья, которая отроилась, она медленно набирает оборот и потеря времени. Ну и здесь делится, как это улучшить положение. В нашей местности с начала апреля до середины мая цветут мать и мачеха, подснежники, карагач, верба, фруктовые сады, одуванчики и другие растения, дающие пчелам нектар и пыльцу. В случаях, когда цветение этих растений проходит при благоприятных условиях погоды, сильные семьи пчел заметно пополняют запасы корма, выращивают большое количество расплода. Начиная с середины мая, примерно до 15 июня взятка не бывает и семьи пчел приходят в роевое состояние. Если пчелиная семья отпустит рой задолго до главного взятка, который начинается у нас с половины июня, то этот рой собирает меда обычно больше, чем его материнская семья. Происходит это потому, что семья, отпустившая рой, длительное время остается без плодной матки. И по этой причине к разгару взятка сильно ослабевает. Рой же, наоборот, усиливается. Мы не располагали эффективными приемами поддержания сильных семей пчел в рабочем состоянии в длительный безвзяточный период. И перед нами встала задача найти средства, которыми можно повысить продуктивность роившихся семей. Вообще известно, например, что помимо ослабления семья, отпустившая рой, не строит сот и не работает по сбору нектара до тех пор, пока молодая матка не приступит к откладке яиц. Имея в виду эту особенность, мы стали поступать следующим образом. В день выхода роя, в гнезде семьи, отпустившей его, все роевые маточники уничтожили, а взамен дали молодую плодную матку из нуклеуса. Результаты произошли наши ожидания. Все семьи, которым мы давали плодных маток, охотно принимали их и вскоре приходили в прежнее деятельное состояние. Активное, то есть. А к началу главного взятка успевали вырастить много расплода и поэтому хорошо использовали взяток. Здесь приводится таблица, я немножко вам зачитаю за 3 года, насколько увеличивается качество. Опытная семья, где давали матку после роения и контрольная семья, где в основную семью не давали маток. То смотрите внимательно, значит первый год валовый сбор меда было 3 семьи опытных и 3 роя вышло. Так вот, от каждой семьи взяли по 40 килограмм валового меда и раи дали по 30. А в этот же год контрольная семья дала 21 килограмм и раи дали 30. То есть раи и там и там вышедшие они дали одинаковое количество. Но та семья, которая развивалась самостоятельно и ждали пока выведется матка, она принесла почти в 2 раза меда меньше. Поэтому желательно давать маток сразу отраившуюся семью. На следующий год то же самое было. Число семей в опыте было 5 и 5 роев вышло. Итого, семья, которая отпустила раи дала по 34 килограмма, а семья основная, которой подсаживали матки, дали по 45 килограмм. Вот обратите внимание, что же дали контрольные. Контрольная семья тоже самое, приблизительно раи дали по 35 килограмм, как и в опытных семьях. То есть раи там 34-35 приблизительно на килограмм, это не играет роль. Но меда дали контрольной семье 30 килограмм. То есть там, где матка не подсаживалась, они сами выводили матку из бывших маточников. Итак, значит потеря 15 килограмм. То есть на 15 килограмм, то есть показано, что на 15 килограмм больше, где подсадили матку. И еще один год проверяли, это было 3 года. Тут было по 4 семьи, и значит, что мы замечаем. Раи дали по опытной семье 29 килограмм и 30 килограмм. А меда, там где подсадили матку, дали по 31 килограмму, там где подсадили матку. А где не подсаживали, 20 килограмм. То есть 3 года проверяли, наличие, так сказать, вот этих трехлетних опытов показало, что дается, если вы матку подсадили в основную семью, которая отпустила рой, сразу же, как говорится, то эта семья дает 10, 15, 20 килограмм больше. Итак, возьмите это во внимание. Это даст вам хорошую, так сказать, прибавку к валовому медосбору. Удачи вам и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok